Продолжение следует... Как идет подготовка к аренде части Молдовы. Когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешт, и мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и смотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить. Пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом, но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет. Отрывки этого разговора разлетелись в соцсетях накануне, а сегодня опубликовали весь диалог. Оказалось, премьер Украины не звонил в Кишинев, а говорил о Санду с пранкерами, или, если по-русски, мастерами телефонных розыгрышей, Вованом и Лексусом. Под разными предлогами они звонят сильным мира сего и спрашивают о важном. Так на удочку телефонных хулиганов попадали премьер-министр Великобритании, президент Франции и многие другие. Теперь очередь дошла до Майи Санду. Конечно же, без Приднестровья не обошлось. Мы понимаем и всегда хотели разрешить этот конфликт. И мы всегда говорили о рисках, которые он представляет для нас и для вас тоже. Но кроме того, насколько мне известно, есть запасы боеприпасов на артиллерийских складах в Приднестровском селе Колбасня. Так что они были бы очень полезны в данный момент для наших военных. Я понимаю, но, опять же, у нас нет доступа к ним. Если мы попытаемся добраться до этого склада, начнутся военные действия. Нет, я имею в виду, если это будет необходимо. В случае необходимости, в случае эскалации, можно провести совместную подготовку Молдовы и Украины к операции по деоккупации Приднестровья, занятого Россией. Поэтому, как я уже говорила, я очень надеюсь, что представится возможность. Что касается конфликта, когда вы выиграете войну, тогда мы могли бы мирным путем решить данные проблемы. Спустя пару часов после публикации первых отрывков заявлением выступила администрация президента Молдовы. Написали это все дипфейк и монтаж. Тем временем слова Майсанду уже разобрали на цитаты мировые СМИ. А разговор, которого не было, продолжают обсуждать в соцсетях. Спасибо, спасибо. Всего наилучшего, господин премьер-министр. Спасибо, спасибо.